Красноярца мобилизовали, несмотря на важную должность на стратегическом предприятии. Уже месяц его супруга добивается возвращения мужа домой. Краевая прокуратура отправила обращение в призывную комиссию Красноярска, но там с ответом не торопятся. Есть ли шанс вернуться мужчине к жене и двум детям? И что делать тем, кто также считает, что их родных мобилизовали ошибочно? Елисей Савлюк с подробностями. Деньги, которые положены мобилизованным, там 100 тысяч, я не получала. Мне они не нужны. Я хочу вернуть своего мужа. Татьяна Светашкова не может сдержать слез. Уже месяц она пытается вернуть домой своего мобилизованного супруга. Говорит, из военкомата позвонили еще 23 сентября. Сказали, что нужно прийти и встать на учет. Когда муж явился, вручили повестку. Через 4 дня мужчина уехал на учение в Новосибирск, а сейчас отправился в зону боевых действий. Это единственная фотография. Мужа теперь вижу только на ней. Каждый день смотрю и жду. Это наша доченька маленькая. Я отвозила, он забирал. Теперь, потому что я работаю допоздна, у меня нет такой возможности забрать ребенка. Ну, теперь приходится каждый раз отпрашиваться с работы, чтобы забрать ребенка с садика. Пока еще не поняла, как это так жить без мужа. Мобилизованный работает на металлургическом заводе. Через 3 дня после отъезда предприятие включили в перечень оборонно-промышленных, а некоторым сотрудникам, включая мужа Татьяны, дали бронь. С начала месяца женщина обивает пороги разных ведомств. Обращались и в военкомат, и во все прокуратуры, начиная от военной и заканчивая краевой. В трех листах они мне расписали федеральные законы, но ответа тут нету, никакого. Ответ пришел только из краевой прокуратуры. В ведомстве говорят, жалобу рассмотрели и передали в городскую мобилизационную комиссию. Но оттуда информация так и не пришла, но зато комментарии там сегодня получили мы. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года, номер 1725, требуется получение от руководителя предприятия списков, подтверждающих степень участия работников в выполнении заданий государственного оборонного заказа. Исходя из этого, оснований для принятия решений городской призывной комиссии по освобождению от мобилизации гражданина не было. На Крамзе комментировать эту ситуацию отказались, ссылаясь на военную тайну. Однако жена мобилизованного прислала нам документ. Предприятие подавало списки на бронь, и в этих списках есть супруг женщины. Тем временем на горячей линии Центрального военного округа говорят, если местные инстанции не помогают, следует обращаться к ним. Вы можете написать обращение в электронном виде, на сайт ГВП подавец, потом она будет направлена в Министерство обороны выше и в прокуратуру, где он будет находиться. То есть там Херсонская область, Заворожская область, там есть военная прокуратура, созданная в связи с мобилизацией и обстановкой, которые будут уже на месте разбираться. Ну а вообще в практике реально вернуть или нет? А в Народном фронте, который помогает исправить ошибки частичной мобилизации, заявляют, получили уже более 600 обращений от родственников-призывников. 16 из них при содействии общественников удалось получить отсрочку на законных основаниях. Бывает и так, что отсрочку по просьбам родственников удается добиться, но сам мобилизованный принимает решение идти на фронт. В Краснодарском крае открыто несколько горячих линий, куда можно обратиться за консультацией. Их номера вы сейчас видите на своих экранах.